МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы начинаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее будут вести Галина Конопасевич и Светлана Славых. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях журналист, исполнительный директор портала «Банки.ру» Елена Ищеева. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Елена! Мы очень рады, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Да, вас надо было поискать. Вы, в общем-то, в переулочках не Арбата, но находитесь. Ну и дармо путешествовать будем говорить. Правда, не о московских сегодня? Да, вот сегодня мы будем путешествовать по-разному, я так предполагаю, странам. Но я хотела бы вначале спросить вас, как вообще вы любите отдыхать? Кто-то любит книжку на диване, кто-то любит какой-то экстрим. Как и у Елены Ищеевой с этим? Ну, вы знаете, сегодня при наличии соцсетей про меня абсолютно все известно. Кадры, которые вы будете показывать, они взяты с моего. Это мои посты в Фейсбуке. Мы отдыхаем хорошо с мужем, очень активно. Мы автопутешественники. Мы на машине проехали порядка 40 с лишним стран. Рисуем звездочки. То есть за руль и вперед, да? Да, но в основном муж я там... Из Москвы прям, да, Елена? Да, да. То есть мы очень любили. Мы начали сначала постепенно. Много-много лет назад нас подбили ребята, кстати, из банка, что с детьми мы выехали из Москвы. И вот переход, этот переезд до Хельсинки, мне казалось, это так страшно. Лед, все прекрасно. С маленькими детьми. То есть мы начинали постепенно. Сначала там Москва, Хельсинки. Потом на пароме в Германию. Потом туда. Потом Прага. Потом Монте-Карло. Сейчас муж хочет в Африку. Я говорю, знаешь, дорогой. На машине все, да? Да. Все на... Слушайте, это экстрим уже. Главное, что именно на том же автомобиле, единственном, это BMW 525. Машина достаточно старая, раритетная. И он хочет пройти на одном автомобиле максимальное количество стран. Сейчас у нас обсуждается Африка. Но если мы с вами смотрим новости, мы прекрасно понимаем, все из Африки бегут. А мы туда решили с детьми поехать. Путь свободен, пробок не будет. Нет, дитя, ты сказала, знаешь, дорогой, я, конечно, готова рисковать многим, хотя я была категорически против всех этих путешествий, но вот именно сейчас в Африку ни за что. Поэтому на ближайшее лето мы рассматриваем то, что он мне задолжал еще с медовым месяцем. Он обещал меня свозить в Англию и замки Ирландии, Шотландии. Ничего он это, естественно, не сделал. Поэтому есть должок, может быть, в ту сторону. Потому что появились знакомые, у кого-то там живет родственник. Мы уже знаем, у кого взять всю информацию. Может быть, в сторону британских островов. Сейчас мы думаем. Так же на автомобиле. Сколько лет эта история продолжается, когда вы в таком формате путешествуете? Мы очень активны. То есть за нами уже люди повторяют. Мы для кого-то открываем этот мир, что путешествовать не страшно, преодолевать страны не страшно, ехать там по Польше не страшно. У меня муж даже ночевал в знаменитом замке Дракулы. Он был в Трансильвании. Самое сложное ездить по Румынии, потому что это куры, овцы, все бросаются тебе под колеса. То есть мир у нас разный. Европа у нас неоднородная. Поэтому очень... Ну а самое главное путешествие, которое тогда прозвучало, и потом многие, так я вхожу в клуб Forbes Woman, подходили, мои подружки говорили, Лена, как вот мы за тебя переживали. Я с сыном, с маленькой дочкой, ей тогда было чуть больше трех лет, мы поехали в Исландию. И поехали через Фарерские острова. И поехали опять же на автомобиле. Понятно, что плыли мы на пароме вместе. Но это очень интересно. Это когда вот ты прям... Уже никого, никого. Эту Исландию мы встречали. Все лежат на капотах, в трюме, что-то смотрят, кричат. То есть это вот... Это подлинная такая красота. Это северный хлопок. Это какая-то аутентичная, непонятная еда. На Фарерах один-единственный отель. В тумане тебя сбивает овца, потому что в основном там живут овцы. Да, да, да. Потому что в основном живут овцы, люди там, редкость. Ну, как я на все это сподобилась, я до сих пор не знаю. Но впечатление осталось позитивное. Это смелость. Потому что, понимаете, не ты с мужем, а ты еще с детьми. Вся инфраструктура, все вещи. То, сё. Накормить, переодеть. Потому что когда мы поехали в Исландию смотреть знаменитые айсберги, они же голубые. Они не белые, они голубые. Потому что кипельно-чистый лед, но это я еще знаю с посещения Северного полюса, когда я еще на Первом канале работала, он ярко-синий. И вот мы едем, едем. А в Исландии постоянно дожди, дожди. 66 водопадов. Я говорю, Фил, уже не могу выходить. Уже все водопады на одно лицо. И маленькие, и большие. Слезы такие. Они очень красивые. Ну, к всему привыкаешь. И вот айсберги. Куча машин, туристы выбегают. И вы знаете, я пока до них дошла, на мне не осталось сухой ни одной нитки. До нижнего белья. Почему айсберги? Это не возле водопада, они какой-то... Там такая влажность. Да, да. Там есть такой отдельный заливчик. И вот именно в этом заливчике, они же многовековые. Понимаете? Водопады, они по всей стране. И только в одном месте эти айсберги. И вот пока я дошла, сфотографировала все на айфон, на мне не было... И что я сделала? И ты возвращаешься в машину. Условия у них в Исландии, в принципе, что? У них, ну, такая страна сельская, они все в кирзачах. У них нет никаких особо таких... Вы же, наверное, тоже не в платье путешествовали. Нет, я была в брезентовых штанах, в специальной куртке, в специальных кроссовках. То есть подготовлены вполне нормально. Нет, я не была подготовлена, потому что у меня все оказалось промокаемым. То есть я вроде покупала как непромокаемое спортивное для пеших прогулок, но все это при наличии именно водопада, все это становилось... Короче, я прямо в машине разделась догола. И вот так над радиатором, пока муж водил детей, там что-то... Отвлекала. Я вот так вот это все сушила. Уже было все родно, потому что только бы не заболеть, только бы не заболеть, потому что на краю земли никого нет. Потому что жили мы тоже не в отелях. Мы по Исландии ездили, и мы жили в маленьких деревенских домиках. То есть люди... Это нормальная унифрактика? Это все было забронировано из Москвы. То есть ты приезжаешь в частное хозяйство, такое черная плата, там же все вулканическое, там вся земля черная, красная, бордовая. Хозяйка такая с детьми отдают тебе дом в распоряжение. Девушка нас обслуживала, ну как бы горничная, потому что несколько семей в этом доме сельском жили. Она оказалась русскоговорящей из Латвии. Вот, мы подружились. И тебе пирожки, и тебе кашка. То есть ты живешь в сельском доме, хозяйка рядом, тут же сельское кладбище. А, не отвечай, да, получается? Да, ну то есть тут все рядом. Тут тебе и овцы, и похороны. Это не передать. Это действительно не передать. Но вот мне хватило одного раза сказать, что я прям вот постараюсь вернуться в Исландию. Ну, гейзеры, да, когда ты стоишь из-под земли, это вот так... Это красота, когда голубое, коричневое. Там пейзажи какие-то говорят, совершенно фантастические. Абсолютно. Абсолютный Марс. Нет, это все-таки у нас в Мальдивы. Вот, абсолютный Марс, то есть это оранжевая земля, которая дышит, она горячая, вот этот запах, вот это сероводорода. Ну, вот мы еще, у нас, кстати, паром пришел не в ту точку, что муж рассчитал. И нам довелось проехать, я так понимаю, с востока на запад всю Исландию. И мы были на самой-самой западной точке, с которой, наверное, мне казалось, уже Гренландию можно увидеть. И вот там вообще никого. Там какой-то страх, потому что самое неприятное, если сломается автомобиль. А навигаторы, телефоны, сеть, это же все работает? Ничего, понимаете, это край земли. Это реально край земли. Исландцев очень мало. Почему они все друг друга знают в лицо? Потому что их очень мало, это достаточно закрытая страна. Но там никто не ассимилируется. И вот то, что... И, кстати, с нами произошло ЧП. Муж отправил нас через Осло с детьми меня в Москву. Вот мы уже летели, не через Фареры ехали. А он сломался. Все-таки сломался. Один на один с этой ситуацией. Он сломался именно на огромном перегоне. Людей нет, жилых поселков нет. Прохожих, проезжих машин тоже есть. У него садится телефон, у него нет связи. У него нет ничего. То есть он в этот момент, наверное, вот реально, говорит, Лен, было страшно. Да, сердце ёкнуло. Но в Исландии есть такое правило, оно мне очень нравится, импонирует. Что бы ни случилось, туристу друг и помощник. Но в связи еще с такими условиями тоже. Без этого никогда. Потому что очень многие пешие, там идут на вулканы, там на сопки. Остановились какие-то ребята-иностранцы. Они взяли его на буксир. В общем, короче, как-то его довезли до парома. Тут еще и деньги. Звонит банк, говорит, у вас карточка обнулилась. Фил говорит. Это не мой день, да, как говорят? Он этому банку, говорит, ты знаешь, я стоял, говорит, ребят, не отключайте, дайте мне в минус, что я все верну. Мне сейчас надо купить запчасти, там, я не помню, уже в Бельгии он покупал. В общем, это было. Он мне потом только все рассказал. Он мне, он старался, он просто пропал, и я не могла. Пока мы летели, в общем, стоимость, сколько он потратил на починку автомобиля, я не знаю до сих пор. Можно было купить новый. Транспортировка назад этой поломанной машины и так далее. Сумма какая-то запредельная, она мне до сих пор неизвестна. Но главное, что он жив. Чтобы вы не волновались. Что он здоров, да. Да, абсолютно. Что автомобиль у нас сейчас живет в центре Европы, потому что у нас там есть точка опоры. И что вы не потеряли вот это ощущение, когда вновь хочется путешествовать именно таким образом. Нет, в Африку я уже не поеду, я сказала. С другой стороны, путешествия не бывают без таких приключений. Всегда путешествия, это какое-то неизведанное, новое, какие-то могут. У меня путешествия, знаете, тут ребенку плохо, тут хорошо, тут мы грузничку пособирали. Я еду за положительными эмоциями. Ну, в общем, мы такие, мы перемещающиеся. Ну, и под пальмами люблю полежать. И вот горные лыжи обожаем. Такие всеядные путешественники-туристы, да? Ну, мы не всеядные, мы просто любим ярко жить, а жизнь, она разнообразна, вот, поэтому... Поэтому можно и под пальмой, и на... Вы сказали, что дом арендовали или бронировали вы из Москвы, в Исландии. Через интернет. То есть вы планируете целиком и полностью свой маршрут? Ну, понятно, что обстоятельства по-разному складываются. Я к этому не причастна. Садится муж на двое суток запирается там у себя в кабинете, и он очень планомерно, четко, через Booking.com выстраивает маршрут. То есть я еду как штурман, у меня вот такая папка документов, и вот по пунктам, куда мы направляемся, что, какая дислокация, кто нас встречает. То есть у меня вот есть такой как бы перечень пунктов назначения, и я просто отслеживаю, в отелях даю нашу резервацию, они нас там запускают. Лен, как у вас дети? Мне такое ощущение, говорят, дети, мы едем путешествовать, такая кепка готовая, бинокль и вперед, я готов. Как они вообще трудности все эти переносили? Потому что там мокро, может быть сыро, может быть где-то... Скажу вам честно, Даниле сейчас уже будет сложно, потому что Даня ростом по два метра, ему тяжело. У него... Он просто мальчик вырос, и ему длительные переезды, просто это позвоночник, ноги под него, надо уже такой супер-пупер джип. Он у нас тоже есть, но мы путешествуем именно на БМВ. Поэтому для Данила, он мне аккуратно намекнул, что говорит, мам, для меня длительные переезды нежелательно, у него болят, ну, потому что он сидит весь скрючившийся. Малышке замечательно, мы покупаем ей огромное количество мультиков, фильмов, у нас встроены специальные такие планшетники и экраны, она просто смотрит мультики периодически. Какие-то монотонные моменты можно мультиками заменить, а все остальное, наверное, впечатление просто масса. Она терпеливая, она очень выносливая, как раз-таки агадка, она раскрылась, вот Исландия, это вот было одно из первых, и сразу туда. И мы очень переживали, но она вот раскрылась как огромная терпелюшка, и она всеядна, она все... Не капризна, да, там не... Она спит в любых условиях, то есть мы вообще вот такие неприхотливые. Мы все едим, мы все носим, мы все смотрим, у нас нет... Я хочу только этот бренд, я хочу только этот отель, это не про нас. Вы с супругом люди бизнеса, хочется понять, все-таки вы планируете отпуск два-три раза в год или спонтанно? Вы, Елена, или супруг пришел домой, летим завтра, едем завтра кафе? Мы стараемся планировать, но в силу того, что кризис бушует, возникает спонтанно. Предположим, сейчас у меня вот день рождения, он не знает, что мне подарить. А тут я читаю, что девочки из слим-тура тут говорят, ой, говорит, Мадонна выступает в Европе, зашла, она в Праге поет. Я говорю, вот я знаю, что ты мне подаришь. Я говорю, мы едем в Прагу слушать Мадонну. Как вы думаете, кроме настроек, кто-нибудь понимает, что такое слим-тур? Слим-тур, мы о нем поговорим позже. Я просто еще хотела сказать, Исландии про него говорят, что, ну, интересные там продукты. Не факт, что они, может быть, вкусные, например, акулы или еще что-то. Там вам доводилось что-то попробовать? Что-то мы ели очень простое. И картошка там есть, и каши там есть, и какие-то бутерброды с килечкой, с рыбкой. Я не заметила что-то этакого, чтобы вот прям... Нет, ни китамы не ели. Нет, нет, нет. Акулу? Акулу тоже не ели. А вообще вы любите экспериментировать в еде, когда в какой-то другой стране находишься? Там в основном мясо нам какое-то все время подавали в ресторанах. Может, правда, был какой-то акулий суп, но вот не запомнился мне сказать, что я этот вкус так... Мы любим погурманить, но, опять же, при наличии детей мы старались есть в каких-то таких доступных местах. Чтобы для ребенка было удобно. Да, в реке Алике было милое кафе. Мы часто ориентируемся именно на людей. Милое очень кафе. Там такая, знаете, прям фрекин бог, добрый бог. Она говорит, здравствуйте, заходите. И она нам готовила такие бутербродики с рыбкой, с каким-то укропчиком. Делала хороший-хороший горячий шоколад, он же какао. И мы ходили за атмосферой, потому что я очень люблю путешествовать там. Мне рада того, чтобы покушать. За их характерами, за системой поведения. Это уже на подсознание, я думаю, да, Элина? Да, да, да. Я вот что-то замечаю. В реке Алике очень много людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В таком количестве я их там не ожидала. Везде были эти флаги в виде радуги. А я даже... Их было так много, что у меня сын говорит, мам, а это что? И дочь говорит, мам, а какой праздник они отмечают? Вот это было сплошняком. Мы то ли попали на парад, то ли мы ничего не поняли. Но эти флаги были от туалета до Макдональдса. Но все остальное про Исландию. Вот вам Исландия. Да, может быть, еще и другие страны мы успеем сейчас захватить сразу после паузы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Исландия. 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 Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Путешествие с плюсом». Ее ведут Галина Конопасевич и Светлана Соловых. Еще раз здравствуйте. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью журналиста, исполнительного директора портала «Банки.ру» Елену Ищееву. Еще раз здравствуйте, Елена. Продолжаем. Ну, Исландию мы так красочно описали, мы так с удовольствием послушали. Но есть еще у вас какой-то такой интересный отдых, достаточно нетрадиционный, называется «Слим Тур». Случайно. Что это такое? Отдыхли. Интернет. Интернет. Ползаю по страницам своих подруг из банковского сектора и тут смотрю, какая-то реклама, вот, приглашаем, Вальп, т-р-р-р-р-р. Что это такое? А что-то было грустно, скучно. Это вот конец зимы, начало весны, плюс килограмм, Организм требует праздника. Да, да. И я зашла. Есть такая организация про тренеры. Это такие частные тренеры в центре Москвы. И они устраивают туры. Они даже были у нас на передаче. Вот, видите, Тесен Мир. Они делают такие команды. Вот кто подал заявку, я вообще не глядя, кинула заявку, я говорю, девочки, мне главное, чтобы вы все за меня оплатили, вы просто скажите, сколько и где я должна быть в аэропорту. Мне очень нравится, когда все организовано под ключ, когда тебе не надо бежать туда, бежать сюда. Я готова переплатить, но мне нужен комфорт. Все, там муж говорит, я за тебя заплачу, давай ради эксперимента езжай. Лена, дорого? Дорого. Важный вопрос. Дорого. Дорого, неделя дорого, потому что это пятизвездочный отель, это трансфер, это хороший перелет, хочешь бизнесом, хочешь не бизнесом, и еще оплата тренера и так далее. Ты ничего практически не ешь, но все равно это дорого. То есть это порядка пяти-семи тысяч евро за неделю, получается. На человека, получается. Да, да. Мы приехали в аэропорту, это была Италия, мы прилетели в город, сейчас уже не помню, нас повезли в итальянские Альфы. Мы поднялись на определенную высоту. А сколько человек в группе у вас было? Ну, у нас было человек восемь, вот кто захотел. Такой тесный коллектив достаточно. И что такое слим-тур? Это специальное питание, уже заранее подобное. Ты сойти с него не имеешь права. Это no news, no shoes, no vodka, no wine, ничего. То есть ты пьешь только воду, ешь только то, что тебе дают. Подобрано под тебя? Нет, под всех. Мы сейчас будем вас подробно обо всем рассказывать, да. Подобрано абсолютно под... Вот это меню для всей группы, а не заранее, ребята договорились. Потому что туда все с одной цели едут, не кто-то там набрать, а кто-то скинуть. В 7.30 подъем, зарядка с пробежкой, там до определенной... определенной...